В Одессе запустили интерактивную карту качества воздуха. Теперь проверить уровень загрязнения можно, не выходя из дома. Для этого достаточно установить специальное приложение на свой iPhone, либо же Apple Watch. Программа моментально покажет цвет загрязнения. На данный момент в этом районе у нас оранжевый уровень загрязнения. Программа советует длительную прогулку отложить. Пользоваться приложением довольно просто. Достаточно посмотреть на цвет отметок. Если они зеленые, можно не переживать. Воздух безопасный. Если цвет смещается в сторону красного, дела хуже. Сейчас в Одессе установлено до 20 станций, где-то 18. В Одессе и передместке. Найближчим временем, где-то месяц-два, мы планируем установить 25 станций, чтобы более сильно покрыть место, чтобы данных было больше и показатели были точнее. Точки разного цвета, это информирует нас о том, что здесь, где черный, здесь ветер сейчас хуже. Здесь, где желтый, здесь оно хуже. С чем все связано, могут быть очень разные причины. Например, может быть эти станции стоят ближе к какой-то интенсивной дороге. Разработчики утверждают, что мониторинг качества воздуха – задача не из простых. Еще несколько лет назад подобные станции были слишком дорогими и использовались только учеными. В Киевском национальном университете имени Шевченко за полтора года разработали станции, себестоимость которых до 50 долларов. В них монтирован сенсор, работающий на основе рассеяния лазерного излучения, который измеряет уровень дисперсной пыли и вредных веществ в воздухе. Есть много разнообразных факторов, которые влияют на качество воздуха. Найпростее, что спостерегается каждый день, это когда у нас интенсивный трафик, это година-пік с ранку, в вечер, то поднимается концентрация, ну, зрозуміло, из каких причин, особенно ближе до таких насеченных миських артерий. Наша задача – проинформировать, а дальше каждая людина сама должна решать, что ей с этим делать. Измерения проводятся на расстоянии 50 сантиметров от стены дома. Кроме того, станции, напечатанные на 3D-принтере, защищены от солнечного излучения, дождя и одновременно оснащены хорошей вентиляцией. Разработчики не исключают, что в будущем функции устройства будут значительно расширены. У нас є, так би мовити, частина з датчиками, є частина обчислювального блоку. Тут встановлен датчик для вимірювання мікродисперсного пилу, також встановлен датчик температури, тиску та вологості. Другий датчик також використовується як допоміжний для коригування показників першого датчика. Ми вже активно працюємо над тем, що додавати сюди машинне навчання, яке зможе запускатися навіть на цьому блокові. І це значно допоможе покращити показники мікродисперсного пилу, і зробити їх більш точними, і, так би мовити, скорігувати зовнішні фактори, які можуть впливати на недостовірності результати. В команду «Лун Город Ейр» привлекають добровольців, які желають установити подобне устройство у себе в домі. Стать тестировщиком може кожний желаючий. Для цього достатньо заполнить заявку на сайте компції. Якщо в вашем районі ще немає подобного девайса, то його вам предоставят абсолютно безплатно. Офіціальну частину я пройшов, несмотря на всі наші дружескі відношення. Я, естественно, заполнил форму на сайте, я, естественно, указав, в яких районах города Одеси я готов поставити эти станції. После чого через пару дней эти станції просто приехали новой почтой в Одесу. Я їх пошел, забрал і установив совершенно самостоятельно. В плане процеса установки нет вообще ничего сложного. Ничего не нужно сверлить, ничего не нужно резать, ничего не нужно никуда врезати і так далі. Единственное, два условия, які потрібні для того, щоб эту станцію поставити дому, це металлопластикове окно. На данний момент на інтерактивній карте можна посмотреть уровень загрізнення в Одесі, Києві і Львові. В будущем не исключено, що інтерактивна карта охватить всі регіони України. Разробціки кажуть, що контролювати качество воздуху чрезвичайно важко. По данным ВОЗ, загрізненим воздухом ежедневно дышат 9 із 10 человек. Це приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, заболеванням дыхательной системи, влияє на роботу мозга. Також, высокая концентрація вредних микрочастиц може ухудшати протекання COVID-19. Василий Базаблук, Владимир Ивжич, Телеканал, Репортер.